Католик и у нас свои, у нас как в народе говорят, свой царь и Бог в голове. Понимаете, Бог един, но тем не менее в народе так говорят. Это не поэтому, это не поэтому. Мы же вот с вами спокойно беседуем, нормально. Я не хочу вас на кого-то толкнуть, вы меня ни на кого. Мы по-доброму беседуем, вокруг нас хорошая аура и так далее. И когда нет такого желания сделать пакость ближнему соседу, дальнему и так далее, тогда никаких не будет. Никогда не поссорят. Никогда в жизни, а когда начинают вот это крутить, да и что там кого-то убьют и скажут, что это вот католик убил мусульманина и наоборот, а убили эти, у которых ни католического, ни мусульманского, ни протестантского ничего нет. Они просто иуды там или каких там можно назвать и так далее. Поэтому в этом весь принцип. Зло в мире в основном от нас, от политиков, от нечистых политиков. Вот вы меня хотели спросить о чистоте политики, чисто грязной. Вы знаете, я не признаю этого тезиса, что политики весь грязный. Грязный настолько, насколько политики грязные, носители этой политики. Поэтому если ты грязный, то грязная твоя и будет политика. Или допустим, если твой конкурент, с которым ты борешься и так далее, использует грязные методы, то он должен знать, что в ответ он может это получить. Знаете, вот меня часто упрекает оппозиция, вот он, он жесткий и так далее и так далее. Но я жесток настолько, насколько вы меня толкаете или провоцируете там как угодно на эту жесткость. Да, быть таким, совершенно верно. Если вы этого не хотите, я никогда таким не буду. И даже не то, что не хотите, а вы меня практически не вынуждаете к этому. И то я в 10 раз мягче, чем вы действуете вот такими методами. Вы, поэтому говоря о новом веке, тысячелетии нового, я, вот если бы это от меня зависело, я бы вам дал гарантию, что никогда, ни в одной точке планеты нашей, никогда не будет столкновений на межрелигиозные условия. Никогда. Я убежден, что если политик искренне и честный, если он не грязный, если он не удерживает власть во имя своих шкурных каких-то интересов, извините за это слово, он всегда может успокоить общество. Всегда. У меня не было таких крупных событий, конфликтов. Ну было, когда общество еле не наклонили, вот когда у нас несчастье были на Немеге, погибли люди, ну ужасно погибли. Ну кого там винить? Ну самих только людей можно винить, что так произошло. И уже общество, то знаете, для Беларуси это исключение. И я искренне хотел стабилизировать обстановку, и я за полсуток стабилизировал. Вот люди как-то посмотрели на меня, успокоились, мы разберемся. Не надо идти стенка на стенку. Не надо винить там, что кто-то виноват, кто-то не виноват. Люди успокоились, и я оказался прав. Понимаете, но я искренне хотел, чтобы успокоилось общество. А некоторые политики пытались это разыграть, политическую эту карту, своих целей. Вот к этим политикам я отношусь жестко. Я их просто вырубил, извините меня за это слово. Я их просто нокаутировал всяческими методами. Потому что на этом нельзя играться. Это страшная, но это жизнь трагедия. На этом нельзя создавать себе имидж. Понимаете, поэтому я думаю, что новое тысячелетие, оно не будет лишено каких-то консультов. К этим вот причиной являются амбиции политиков, бедность, вот это неравноправие, двойные стандарты. И уже эти люди, которые являются носителями вот этих вот несчастья в нашем обществе, они будут использовать и чувства религиозных людей, религиозно настроенных людей. А мир становится все более религиозным. Понимаете, мир все больше становится. Духовность возникает, потому что необходимы, видимо, человечество. Да, и в сложные, и в трудные времена. У меня, допустим, свои подходы к этому. Я хожу в храмы, поскольку там люди наши, бываю, поскольку там люди. И религия сегодня способствует стабилизирующий фактор такой, поддерживаю религию. Но, вы знаете, я не скажу, что вот я в храмах готов броситься там на колени и лбом стучать о пол. Нет. Я считаю, что у каждого в душе или же в сердце свое понимание Бога. Если для вас, допустим, Иисус Христос – это Бога-человек, там еще что-то и прочее, я считаю, что это символ. Я хочу, чтобы так было, вот как говорят в религии, чтобы так было, чтобы был такой реальный человек. Это очень было бы здорово. Понимаете? Я не скажу, что я уже настолько убедили меня вот за это время, после атеизма, что я уже считаю, как вы. Нет. Я, наверное, не созрел до этого. Но, коль люди так считают, и это хорошо для нашего общества, и ради Бога я это поддерживаю. Понимаете? Но я считаю, что Иисус – это хороший символ, хороший ориентир для любого человека, даже если его не было. Даже если его не было, то это хороший символ. И пусть будет в душах людей. Наверное, пока у меня он так. И я там, ну, не боюсь, там какой-то кары неземной и прочее, тоже до этого еще не дошел. Но я считаю, что вот все то, что сегодня происходит, и когда человек говорит, не твори плохое, там ответишь. Это тоже хорошо. И дай Бог, чтобы это так было. Понимаете? Потому что, ну, я историк по своему образованию, я хорошо изучал религию, я видел и недостатки, и, знаешь, все было в нашей жизни. И католики, и протестанты, и давление было, и убивали, и, ну, что только не было. На религиозной почве и церковь себя зачастую не солидно вела, за что Господь церковь и наказывал часто. Вот. Я как-то патриарху об этом сказал, он говорит, вы знаете, видимо, здесь нет никакого противоречия. То есть я откровенно, это вот вам публично я высказываю это впервые в таком концентрированном виде, но я давно к этому пришел. Я даже в церкви говорил часто, что вот, будучи воспитанным атеистом, я прихожу в ваш храм, в наш храм, поддерживаю вот тот, и тот священник, и мне говорят, вы только не говорите. Так я же говорю, как и меня воспитывали, что-то. Вы правильно сказали, даже в Библии есть слова, что человеку важнее воздвигнуть храм в сердце своего плеча. Ну, знаешь, я недалек от истины. Нет, повторили просто Слово Божие. Вы знаете, то, что вы сказали о Христе, о Библии, будет показано в 150 странах, особенно этот эпизод, для 500 миллионов человек. Я специально, значит, предложил, и мы вас включили по нашей просьбе в число людей, выдающихся людей, какие-то, я считаю, вас. Ну, я еще не выдающийся, вы меня можете испортить. Ну, просто история рассудит. Да, это правильно. Я хотел бы, чтобы я оказался прав, я верю. Я тоже хочу, чтобы вы оказались правы. Вы знаете, и три президента Соединенных Штатов, мистер Картер, мистер Форд и господин Буш ответили, президент Индии. И, ну, вы очень хорошо сказали, я очень благодарен вам. Скажите, господин президент, я знаю, что я нарушаю ваш... Пока еще не нарушаете. Вот скажите, вот хотелось бы, ну, во-первых, что важное я вывел сегодня для себя, и хочу это сказать всем, кто слушает нас, что вас, а можно, а вас, конечно, спорить можно, это нормально. Нет, можно спорить, я вот забыл вам сказать на первый ваш посыл, что я очень, ну, отношусь равно... Равноценно. Или равноценно ко всем конфессиям. Вы знаете, это не совсем так. Нельзя относиться равноценно ко всем конфессиям, если они разновеликие. Да. Я никогда ни одному человеку не запрещал, никому не позволил верить в того Господа, в которого он хочет верить. Я никому из людей не запрещал, и никому это не позволил сделать, чтобы люди заставляли идти человека в тот храм, в который кому-то хочется. Человек должен сам выбрать свою храм, он сам должен выбрать свою политику в этой жизни, духовную эту политику. Я создаю условия. Допустим, равно относиться я не могу. Почему? Потому что я таким образом дестабилизирую ту вот обстановку, которая сегодня существует. Меня ведь часто критикуют православные. Православные, вот, Александр, вы православные, страна православная, вот вы там кому-то лучше относитесь, другим конфессиям.